Всем говорим огромный, пламенный и солнечный привет. Мы находимся на острове Татышево, и сейчас я на площадке спортивной школы Олимпийского резерва имени Бувайсара Сайтеева. Не нуждается это человек в лишних представлениях. Здесь школа будет рассказывать о своих видах, ну, не только о борьбе, я так понимаю, вольная борьба, классическая борьба. Несколько есть вариантов, и поэтому обязательно приходите, можно будет поучаствовать. Как, собственно, поучаствовать, если ты не борец, да, задаетесь вопросом вы, как и я, собственно, можно сделать, будет несколько селфи вот с такими борцами, я уверена, они тоже олимпийские чемпионы, вам дадут экипировочки, и вы сможете вот так, оп-оп, и... Нет, небольшой селфи. Почему не улыбаешься? Он серьезный, потому что борьба, серьезный вид спорта. Татьяна у нас сейчас расскажет нам, это как раз, Татьяна, не успели вас с вами до конца познакомиться за кадром, представьтесь, пожалуйста, чтобы мы могли знать, с кем мы разговариваем. Здравствуйте, Татьяна Васильевна Чебодаева, заместитель директора по спортивной работе. Татьяна Васильевна, скажите, пожалуйста, что, какую работу серьезную будете проводить с гостями? Ну, на самом деле, какая серьезная работа? Мы рассчитываем на то, что здесь будут родители, дети, и, конечно же, сейчас все занимаются спортом, здоровым образом жизни, и мы бы хотели видеть детей, ребятишек в стенах нашего учреждения, замечательного, где у нас тренерский состав очень великолепный, хотели бы видеть ребятишек у нас в школе. Ну, главный вопрос, а скольки лет вы берете детей в школу? На самом деле, вольную борьбу мы имеем право брать с 7 лет, а другие же, там, дзюдо, тэквондо, с 10 лет. Ну, все, здорово, спасибо вам огромное. Мы, так, подождите, чуть не с борцовками. Борцовки же правильно называются, да? Да, это борцовки. А, такие хорошенькие. Настоящие борцовки. Бой, Сару Сайдива практически. Яси. Ну, будущих чемпионов, может быть, да. Это, безусловно, не да, потому что, спасибо огромное. Борьба в нашем крае развита очень хорошо. Вы, естественно, периодически, аккуратно, Артем, видите новости о том, как наши занимают разные пьедесталы по вольной классической борьбе, разным другим ее подвидом, так скажем. Ну, а сейчас я вас познакомлю с силовым экстримом. Сейчас немножечко для ускорения. Все-таки перебегу, извиняюсь, только слегка спиной полоборота. И теперь мы находимся на площадке уже силового экстрима. Здесь так достаточно бодро играет музыка и мотивирует нас, силачей. Нас, силачей, сказала я. Но на самом деле, вот, вот это круто. Сибирские силачи, Сергей. Не сибирские, а сибирь большая. А Анисей один. Вот, даже вот так точности любят. Итак, расскажите, пожалуйста, что будет на вашей площадке. Я так понимаю, придется серьезно людям напрячься, чтобы показать, что они тоже что-то могут. Ну, сколько захочешь, конечно, попробуй. Но вообще у нас будет тут силовой экстрим проходить. Показательный вступление по силовому экстриму. Будет стандартная тяга с автомобилем. Так вы будете поднимать автомобиль. Да, мы еще будем поднимать не просто автомобиль, а еще людей туда садить в кузово и с людьми поднимать. И вот на этой штуке у нас будут подниматься шары, бетоны. Они много килограммовые, да. Один самый легкий 120, потом два по 140 и один 160 шар. На время это будет все закидываться вот в эти чаши. Мне бы плохило, подождите, Сергей. Только вот перечисление этих килограммов. Но Сергей, на самом деле, готов нам продемонстрировать. Жарко, жарко, да. Я от автомобильника водички выпью. И продемонстрирую такую вещь. Некоторые рвут там колоды карт, а мы вот пластиковые бутылки. Утилизируйте, правильно. Я на самом деле даже ножом не могу разрезать. Человек руками, понимаете. Учитесь, усилачей неси. Спасибо огромное. Я пожму вам руку с вашего разрешения. Крепкая мужская рукопожатие. Спасибо большое. Желаем и надеемся, что вашу площадку соберем. С 8 до 9 вечера. И завтра тоже? Нет, сегодня. Сегодня. Только один день. Только один день. С 8 до 9 вечера. Спасибо большое. Я вижу, что наши коллеги тоже постепенно присоединяются. Андрей перебирается уже и на эту площадку. Помните, я пыталась рассказать про водные виды спорта? Я пыталась именно потому, что еще пока не было ребят на этой площадке. И вот уже подтянулись, скажем так, с позволения водники, пловцы. Не знаю точно, что это именно за инвертарь такой спортивный. То ли байдарка, то ли это каякинг. Но в любом случае представлена он активно и эта стихия на острове Татышев. Пойду дойду до ребят, чтобы узнать у них, они готовы, не готовы, не готовы. Что ж такого? Здравствуйте, олимпийцы. Всегда, мне кажется, готовы. Программа «Утро на не семье». Я Наталья зовут. Очень приятно. Вас как? Денис, очень приятно. А вас? Андрей, очень приятно. Ребята, я так понимаю, водная стихия у вас представлена в этой локации. Что именно? Какие виды спорта? Ну, Майкл Фолпс. Это Майкл Фолпс. Майкл Фолпс, да. Узнаю. Майкл Фолпс. И синхронное плавание у нас. Здорово. Как, что будут делать здесь те, кто... И водное поло еще, и прыжки в воду на самом деле. Что будут делать здесь посетители ваших площадок? Ну, они будут ознакомливаться с нашими видами спорта. Это плавание, синхронное плавание. У нас помимо этого еще пауэрлифтинги тяжелого атлетика будут представлены чуть дальше площадок. Так, а это можно вот туда с Фолпсом сфотографироваться, да, хотите сказать? Да, да, да. Ну, что, типа, партнер, либо... Ну, конечно, он просто проиграл мне на Олимпиаде, подумаешь, бедолажка Майкл, да, вот так по плечу ему похлопать. Скажите, а где... вот там вот есть инвентарь, я не очень понимаю. Это каяк, грибной салм, да? Давайте к нему подойдем и расскажем. Потом к Фолпсу вернемся, ничего страшного, подождет. Так. Так, не знаете, как не знаете, вместе разберемся. На это и создан олимпийский вид спорта. Это все-таки грибной салм. Грибной салм, да. Скажите, что это за инвентарь? Это... как оно называется? Каяк, наверное, да? Каяк и байдак. Каяк и байдак. А чем они отличаются между собой? Потому что вот так вот сходу я их тоже путаю. Ну, вижу, что веслами. Веслами, естественно. Ну, так ладно. XL размер как раз мой. А можно присесть? Веслами. Как я сяду, как буду заниматься каякингом и справляться. А вообще... Ой! Ой, XL как раз для меня. Ой, мне и лодку, слушайте, ребята, сюда привезли. Это страшно. Я, пожалуй, не смогу. Я точно как-то снимала одних из ребят на качи. Они тренировались. Это были... Да, вот как раз вот и занимали. Они, по-моему, в Европе такие достаточно хорошие призовые места. Если не ошибаюсь. И сейчас у них хорошие рекорды. И они мне рассказывали, как, в общем, нужно вращать веслом. Сведить. А почему? А у них разные... Ну, вот так. Переворачиваются, но и... Ну, да. Вот так поплыли, в общем. Поплыли мы по Енисею. Так, да. И если это кажется, что легко, на самом деле нет. Поскольку вся нагрузка идет на руки. И даже если вот это вот весло весит... Ну, сколько оно? Ну, не знаю. Граммов-то 500. Ну, максимум, мне кажется, даже... Ну, 800 до килограмма. Точно достаточно легкое, на самом деле, оно. Но, тем не менее, если вот так вот вращать, а еще учитывая, что у тебя нестабильная почва и вообще не почва под тобой, да, там все бурлит и куда-то быстро течет, то это капец как сложно. Но непосредственно обо всех этих нюансах, уже если без шуток, конечно, вам расскажут специалисты на этой площадке. И оденут вас в костюм, да, если и потребуется. Сможете сфотиться. Побежали скорее, сделаем селфи с Майклом Фелпсом. Потому что, ну, некрасиво заставлять олимпийского чемпиона так долго ждать. На самом деле, у нас в Краснодарском крае есть свои громкие, достаточные имена в водных, скажем так, водных видах спорта. И про них мы тоже обязательно поговорим. Ой, а я разъелась у меня лицо в кружочек. Не мух. Ой, мне обещают тапочку и очки, так что вы меня увидите еще, представляю, в каком виде. Ну да ладно, Дмитрий Дмитриевич, я понимаю, что ради меня вы готовы на все. Спасибо большое. Ради всех. В том числе, ну, меня, как в Красноярке. Мы вернемся к этой площадке, поскольку воду все любим и жарко, и поэтому сама судьба нас сюда приведет.